Еще раз всем здравствуйте, на этот раз уже внутри дота-клиента команда Virtus.pro забрала себе Nagu Siren и забрала себе Silencer. С стороны команды Secret, Lina и Darkseer в пике. Ну, не забанить Сала странновато против ВП, это как не забанить против MVP Phoenix Vespa. ВП имеют вариант уже неплохо отстоять mid lane. К любому, Silencer от года всегда заходит на 5 с плюсом, так что тут есть шансы для эскейпа. Ну и команда Secret забанила Лешрака, забанила Гирокоптера и забанила Клокверка. Со стороны Virtus.pro в бан уходит SF, Bounty Hunter, отлетает также в бан Phantom Lancer и Luna, ну и также Team Secret заманили себе квапу. Luna от ВП, но это индивидуальный бан на самом деле, Артизи вчера на этом герое кого? Эджи раскатал. Так что есть смысл. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Дарксир сложная, Лина скорее всего mid lane и осталось, осталось, осталось кучу саппортов и мейн керри забрать команде Secret. Вряд ли здесь Артизи будет забирать себе Лину. Я думаю, что тут у Secret немного, знаете, консервативное видение касательно расстановки по лайнам и вообще историю по фармам. Ну, у кого какие амплуа здесь больше из 2014-2013 года вытекает. Команда Virtus.pro нуждается, не знаю, наверное, всего нуждается в керри героя, потому что нагую здесь я не вижу в роли керри. Я думаю, что все-таки это будет саппорт. Ну и Сайленсер, естественно, mid lane для года, поэтому герой для Элидана нужен, герой для Фобоса нужен. Ну и ФНГ тоже неплохо было бы кого-то заиметь. Либо Лилу, в зависимости от того, кто на наге будет играть. Команда Secret в баню квапо отправили. Квапа для Элидана, они думали, или квапа для Фобоса. Да хоть для кого квапа, на самом деле полезная на любой линии. К счастью, это уже достаточно распространенный герой. Герой, который позволяет вообще любую линию для него освободить. И в лейте, естественно, и где-то к мидгейму этот герой начинает раздавливать своих соперников. Ну и по статье давайте глянем. Год. Лучший ГПМ у него 591. На Queen of Pain. Лучший КДА у него. 12.5.10. На Tombler Assassin 591 ГПМ. Элидан ГПМ 600 на Лекане. И Лина с лучшим КДА у него. 11.5. ФНГ Spirit Breaker тот 16. Хелпы и Ancient Operation 14. Ну и Туск от Лила. 19. Хелпа и Шейкер 16. Хелпа. Ну и Фобос на бруде. 508 ГПМ. И на бруде же 7.4.5. Его лучший КДА. На самом деле, более всего, наиболее стабильно. Фобос все-таки выглядит на Dark City. Этот герой у него получается, прямо-таки, скажем, хорошо. Так что здесь, к сожалению, сыграть на нем не получится. Если Секреты сами себе его забрали. Ну, варианты в любом случае имеются. Рубик отлетает для команды Virtus.pro и Рубик, скорее всего, для Лила. А ФНГ будет себе забирать на Ghost Siren. Ну и давайте посмотрим, как у нас вообще фармят. Так, Туск отлетает для команды Secret и четвертый пик команды Virtus.pro. Давайте параллельно посмотрим, что там у нас по фарму в составе ВП. Конечно, нас ВП больше всего интересует, поэтому их будем наблюдать. Год 265 и средний КДА у него 8.4.8. ГПМ 522, ХПМ 546. Иледан 279 крипов, КДА 8.4.9. Ну и ГПМ 527 не очень хорошо на самом деле, но тем не менее. ФНГ с КДА 2.5.11, Лил с КДА 3.5.10. Ну, ГПМ и ХПМ, понятное дело, что тут около дна где-то. Ну и ФОБО 151 крип, 4.4.12. ГПМ 356. И Экспириенс тоже по 400. Не очень жирно, конечно. Секреты намного мощнее во многом. Ну, потому-то, наверное. И фавориты в данном матче не ВП, а Steam Secret. 24 секунды ВП. Копейки вообще остаются по времени, чтобы разбираться со всеми Магнус от Виртус Про. Ну, фу, под общую комбуту. Очень даже круто. Ну и теперь... Теперь что? Теперь антимаг керри, скорее всего. Пожалуй, что так. На самом деле комбинация была бы супер крутая. Магнус плюс антимаг, это, прямо скажем, великолепно. Эмпауэр под реверс полярити. И АМ, если еще из Баттлфьюри будет, там вообще сплэш чуть ли не стопроцентный получается. Ну, очень крутая история. Но тут надо забрать его. Да куда ты его заберешь? Steam Secret сразу же антимага отправляют в баню. А Гирокоптер... А, Гирокоптер вторым баном от Steam Secret. Клинкс от Виртус Про отправляется в бан. Ну и так, секреты, чтобы сильно какого-то дамажащего героя заиметь, не заимели. Кого теперь брать? Антимаг в бане, Пейл в бане, Луна в бане, Клинкс в бане, Гирокоптер в бане. Не знаю, какие варианты для эскейпа УВП, может быть это будет Бладсикер. Кстати, не может быть, а пожалуй, что так. Бладсикер не в бане. Team Secret его не заберут, скорее всего, или заберут. УВП я более адекватного варианта, чем Бладсикер, в роли керри, сейчас на самом деле и не вижу. Просто посудите сами, это Нагасарин всех в сон отправляет по таймингу. Дается туда Бладрайт, после этого все в шоке просыпаются. А потом еще и Глобал, а потом от Магнуса. Блин, как же это было бы круто. И как это будет круто? Берите Бладсикера, чуваки. 40 секунд. Только Сикер, только Победа. Пусть Ильдан на нем катает, Гот забирает себе Сайленсера. 25 секунд. Думать, 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 думать. Чем вообще эту комбу всю вывозить? Сон-то сразу... Как было бы здорово, конечно. Медуза от Виртуз Про. Немножко другая история. Медуза от Виртуз Про. Ильдан забирает себе Медузу. Магнус, это у нас Фобос. Лил забирает себе Рубика. Гот будет играть на Сайленсере и ФНГ. Будет играть на Наги Сайленс. Ну и Ильдан на Медузе, знаете ли, тоже. Олдскульная тема, но как вариант совершенно неплохой. Артизи будет играть на Темплар Ассасин. Лина от С4. Сай будет играть на Дарк Сири. Шейкер это Пупей. И Таск это Кура. Вот у меня вопрос. Артизи отправляется в мидлейн Темплар Ассасин или все-таки на линии будет стоять? Если на линии, то ему просто кранты моментальные. Посмотрим. В любом случае тут понятно, что пальцы скрестили, ноги скрестили, лицо скрестили. Топим за ВП просто как осатаневшие. 5 секунд, 5 секунд remaining. Prepare for battle. Очень интересно узнать, как там год сегодня. Поел ли он уже чипсы с молоком и селедку с вишневым вареньем, чтобы на всякий случай раз, да и взять паузу небольшую. Ух, Темпларка какая моднявая. На человека похоже сразу. Ну команда Сикрет в собственном лесу пока что базируется. Фобос уже завардил и ушел отсюда. А что Фобос ТП покупал что ли? По-моему, да, или ему покупали. Как-то быстровато он здесь оказался. Награ от ФМГ, а Лил играет на Рубике. Лил тоже у нас с Иммортал. Нага без всяких там Имморталов. Нага вообще тут голяка скачет. Фессура по двоим, но не закрывают. Зай тут поджечь никого не может, хотя шанс был. На самом деле, если бы закрыли, то тут бы Зай их и оставил. Но были все варианты для этого. И Фобос собирается баунтируну забрать и забирает. Бывает страйкер и вот СФО, поскольку Фобоса продамажил, наверное, оно того стоило. Половину первого левела Магнус уже имеет, а на Туплейне руну забирает год. Поэтому тут уже в плюсе команда Virtus.pro. Ну и так надо. Тут за каждый миллиметр карты надо драться. За каждую, я не знаю, 5-6 дэмэджа, которые можно лишний где-то кому-то внести, надо вносить. И вот маленькая Нага. Маленький ФНГ с рюкзаком на спине. Что это за... Ну и что, уже, конечно, здесь Пупей начинает поддамаживать на центральной линии. Он, по идее, Артизи оставлять не должен. Хотя Артизи мидлейн против года. И, кстати, год может Артизи тут и подпреуничтожить. Причем плотнейшим образом. Артизи уже с половиной хп. Артизи вынужден есть деревья. И Курьер несет ему хилинг сэрф. Вот бы сбить. Так было бы здорово. Эх, сейчас бы убить Артизи на мидлейне 6 раз. И Артизи без молдак. Кстати, сразу после рефракшена. Ой, год в порядке. Ой, год шарит. Сразу же Кирс оф зе Сайлент прокачал. Не ластворд. А Кирс оф зе Сайлент. Чтобы моментально сбивать рефракшен Темпларке. Да тут все варианты Темпларку просто загнать есть. Выиграть мидлейн на Сайлентсере. Это во многом игру вообще в очень даже положительное русло. Перевести. И Артизи пошел хилиться. Уже заставляет его хилинг сэрф юзать. В это время на легкой линии. Иллидан на Медузе. Ух, приотделась, конечно, Медуза. Смотреть даже больно. Иллидан на Медузе 5 на 5. 8 на 3 год. 7 на 5. Сфо на нижнем лане. Дальше 5 на 1 Артизи. Фобос 2 на 0. Фобоса. Беда. Фобос уходит отсюда. Фобосу надо, наверное, Ботл. Чтоб как-то с рунами покомфортнее быть. А куда делась темпларчика? Артизи до сих пор без Ботла. У Года. 700 копеек через чуть-чуть совсем. Но Год перефармливает как жестко. 12 на 4 у Артизи 7 на 2. Пошел стоп на Года. И как удачно здесь Фессура, конечно, легла. Если бы не легла Фессура, то Год имел бы все варианты еще и в Айшард попасть. А так, прям перед ним Айшард пролетел. Году просто помогли на самом деле. Все, рефракшн спадает с Артизи. У Года, правда, маны нет на Глэвы. Год уже с Ботлом. У него есть Ботл, у него есть Нул Талисман. Сейчас нормально. Нага никуда не уходит. Я почему на Мидлей не залип, ребят? Потому что это очень важно. Если Год на Сайленсере будет тащить, то... В целом игра на... Там... На хорошую долю... Процентов... Будет иметь... Успех. А он тащит. А темпларка, бедняга, вынуждена идти и бить собак по лесу. Мы поймали Фобоса на сложной линии. Это ФБ от команды Сикрет. Справились очень быстро. Есть Сноубол, есть Айшард. Конечно, подкатиться, топнуть. Залить фиссуру от Пупея. Все это было, в принципе, предсказуемо. И Артизи возвращается на Мидлейн. Год сразу же. По нему. Ластворд на нем. Рефракшн сбивается. Артизи уже с половиной хп. Вот это Год встретил, а? Гостеприимно так на Мидлейне. Встретил Темпларку. Темпларка без батлы, да, по-прежнему. Как же Артизи сложновато. Год тут просто молодцом отыгрывает. 13 на 4 у Темпларки. 19 на 12 у него. Ой, Лил, если сейчас поднимет Артизи, можно убивать его. Есть по нему Ластворд. Есть по нему еще и Корс. Еще один удар от Года. Еще один удар от Года. Ай-яй-яй. 40 хп остается у Артизи и в Года врывается. Тут Года, скорее всего, и останется. Наваливает по Артизи, ай-шат по Году. Ну и... Мидлейнер команды Virtus.pro сливается. А что, неужели не было инфы, что где-то здесь бродит Упей, где-то здесь шарахается Зай на Туске. Ну это же см... Ой, ну Кура, точнее, на Туске. Это же смешно просто. Хочется написать просто в чат, где СС, ребята? Ну не ребята, а что там обычно пишется. Ну и по Галде Секрет и теперь вышли в плюс 500, хотя до этого проигрывали по экспириенсу. ВП все еще впереди. Давайте на Творс посмотрим. Первое место у СФО на Ленин. 2700, здесь 2270 у Иллидана. Ой, какая канализация. 2000 год. Артизи проигрывает 1750. Но этот фраг настолько необязательный был. И настолько обязательный был фраг года на Артизи, на самом деле. Ну не пошло, не поперло. Хотя, конечно, вот холодного расчета какого-то не было видно. Год тут сломя голову просто пробежал. Ну, теперь Кура начинает терпеть от Года. Так будет и дальше. Близко к нему лучше не подходить. Но Год при этом фармит. Это уже неплохо. Вот третий Нетворс на карте. Или Дан второй Нетворс. И первый по-прежнему у СФО. Ну, а что с СФО? Я до сих пор не могу понять. Фобоса просто изгнали с сложной линии. И на это никто не реагирует, что ли? Это так и оставить? Или Дан перемещается в собственный лес. Медузу давно перековали. Стоунгейс не так выглядел. И Мистик Снэйк не так. И Моношилд. Будто тут какая-то перепрошивка по Медузе прошла. Ну и Секреты. Стоят фармят на линии. А команда Виртуз Про в это время Поли сам по своим бегает. Видит или Дана команда Секрет. Там трэп стоит от Темпларки. Темпларка может в инвиз. Сейчас зайти. Ой, Курьеру будет больно. Курьер меняет направление движения свое. Или Дан сейчас отхватит от Артизи. Поставили Сентривард. ФНГ здесь. Видит СФО. ФНГ. Пора что-то делать. Года ловят. Год ловит у нас еще и Лагуна Блейд. Юзает стики. Год. Пошел Глобал от Года. И просто наваливает по СФО. И уходит отсюда Пупей. Год уходит. Первый фраг для команды ВП. Загоняют еще и Артизи. Сентрик отсутствует. Да, неужели в Мелт? Нет, в Мелт он не уйдет никаким образом. Пупей бежит. Фессура и подстопит. И никого Фессуру Пупей тут не подстопит. Еще и Фобос дальше за ним может пробежаться. Так, Эллидан продолжает фармить. Два фрага на ровном месте. 782 голды. 790 экспирианса. Графики на стороне команды ВП. Артизи выбрался зря сюда на мидлейн. Ну, ему об этом популярно все объяснили. Так что все нормально. Так, 8 с половиной минут сыграно. Ну, главное, что меня интересует, это Фобос и его даггер. Вот более интересных каких-то вещей сейчас и не найти. Года на мидлейне в это время разваливает. Опять его оставили против троих. Постоять. Года разбивают. Темпларка забирает этот фраг. У Артизи уже есть боттл. У Артизи есть бутсов спид. В курьере ничего. У Артизи появляется рейсбэнг. Как там Год поживает? Года готов в ПТ. У Года есть нул талисман. Мэджиквон боттл. Ну и в это время Т1 по мидлейну начинает страдать. Год через 8 секунд. Ульта у него через 45. Эллидан приходит на центральную линию. Восьмого левела Эллидан. Есть фейсбутцы. Задувает в него. О, натерпелся здесь Эллидан, конечно. Магнус 700 голды. Как далеко до Даггера? Просто невозможно далеко. Ну и в это время забирают вышку на топ-лейне игроки команды Секрет. ВП пока на товара не выходили. Есть РП уже у Фобоса. Через 4 секунды будет ульта у Сайленсера. Стоунгейс у Медузы тоже имеется. Мана Шилд почти про Макшен. Ульта на Мистик Снейк про Макшен. ФНГ 4 левела. ФНГ, конечно, тут слабоватенький. Так, Лила можно поднимать. Сетка есть у ФНГ. Ловят его Рептайт. Ну и Зая должны забирать. Лил, точнее, может поднимать. Конечно же, не Лила. Зая забрали. 10 минут сыгры. Теперь давайте смотреть артефакты. 10 минут, время модного приговора. Рубик не проходит у нас кастинг. Рубик очень дешево одет. Магнус, та же история. Савенсер. Уже можно о чем-то говорить. Боттл есть. Нул, талисман есть. ПТ есть. Мэджик Вонт. И такая всякая мелочь. Есть брасер у Медузы. Фейсбутцы. Рингов Аквилла для Элидана. И Мэджик Вонт. И тысяча голды есть у Элидана. То ли Линкен Сфера первым делом. Хотя было бы против чего. Против. Против. Есть против чего. Линкен Сфера на самом деле. В остальном ее избивать так толком нечем. Да, Валрус Панч и Лагуна Блейд. Линкен Сфера просто маст хэв в Медузе. Нага. Тоже, в принципе, ни о чем по артефактам с ФНГ на данный момент. Теперь по Артизе. Боттл есть. Есть ПТ. В Рейсбент, Манжик Вонт и Свитки. Всякие порталы. 400 голды на руках. Туск. Кстати, гляньте Элидан, как обогнал-то того же СФО, который вроде как доминировал там чуть ли не на тысячу у Элидана. Ставфа Физера есть. Есть воин Стоун Сейджмаск. Рецепт остался на Юл. Так, замес пошел прямо по Т2 команды Виртуз Прон. Ну и здесь разваливают потихоньку ВП. А пока что минус один от команды Виртуз Прон. За это тоже закрывают. Стоун Гейс от Элидана. Два в один. Потеряли года, но Элидан зарабатывает фраг. Это безусловно хорошо. 2-0-2 уже идет Элидан на Медузе. 4-5 становится. 697 по голде ВП и 1100 по Экспириенсу. Секреты все равно впереди по факту. Как это получается? Непонятно. И Артизи на Т1 по мид лейну. Элидан должен задонайть. Просто обязан задонайть. Есть глиф. Элидан моношилд. У него практически хп не сбивает год. В итоге Сайленсер за Денайл Тауэр. Полетел Сноубоу прямо в Элидана. Эхо Слэм пошел от команды Секрет. РП шкаут Фобоса просто на подсейв. Лагуна Блэйд скину. Элидану Фобоса тоже забирают. И Артизи просто наваляет по ФНГ. Год настреливает по Артизи. Но ему в принципе все это до рефракшена вообще. Эхо. Трэп улопают у него под ногами. Дальше начинают наваливать. Лил поднимает Кура. И на хг разойдитесь местами. На Лила покатились. Нет. На го докатятся. Не докатятся. Нормально. И они оба на хг. И можно убивать Кура в таверну. Артизи. Лоу хпшный. Что-нибудь с ним сделайте. Но не убейте Артизи. Артизи просто улетает. В итоге 4 в 1 файт. И команда 4 в 2. Команда Секрет. Зарабатывает 1300 голды. Потеряли. ВП. Потеряли шанс. Сейчас восстановить баланс по экономике. И 3К уже начинает проигрывать. Получше дерутся Секреты. Хотя у них и требований к ним поменьше. Что надо темпларке? Да нифига не надо темпларке. Рефракшн включила и пошла бить Лидс. С4 уже с готовым Юулом. Что надо кстати линии? Да нифига. Просто в Медузу запулить Лагуна Блейдом и все. Здесь очень зависимо от артефактов. Та же Медуза. Невероятно зависимо от артефактов. Если у Медузы нет дэмэджа, у Медузы становится бесполезной. Папам. Магнус тоже без даггера. Поэтому РПшку сами дать не могли. Увести по Тауэр не могли. РП только на подсейф от ВП. Поэтому проблемки конечно есть. Но это проблемы в принципе решаемые. Просто надо конкретно выделить время на то, чтобы пофармить. Пока нет артефактов, команда Virtus.pro не настолько боеспособна. Аптизи приобретает себе Митрилхаммер и будет же собака покупать себе Дезолятор. Будет покупать Дезолятор и просто уничтожать ту же Медузу сквозь даже сквозь Моношилд. Ну и Лидан тоже на дэмэдж, что толком сейчас не пойти. Тут надо Линкенсфера, как я понимаю. Скорее всего. То есть дамагу тут просто так и не возьмешь на... Не забьешь на Линку и будешь просто себе Яшу собирать. Нужна Линкенсфера и об этом популярно объяснила Лина в прошлом файте. И Лидан перемещается на топ лейн. У него тысяча голды, пока ничего не приобретал. Ну и свой лес выфармливает ВП. Они понимают прекрасно, что затерпеть надо минут на 30 еще. Это минимум. У Лидана нет артефактов в принципе. Ну вот этим всем не поубиваешь. Ну 100 с руки это нормально. Плюс Мистик Снэйк... Ой, сплитшот это... Сколько тут? 80% по двум целям. Тоже не очень серьезно. Там бьется по 85, например. Эмпауэр есть. Вот это поприятнее уже. Эмпауэр есть, поэтому... Что, кстати, Эмпауэр? Он не дает по вторичным целям. Дает вроде. Да, 20% дает. Просто дамаги мало. Причем это на ранжевиков тоже распространяется. Артизи увидели. Артизи под вардом стоит. Артизи, прячься. Стой, не двигайся, Артизи. Блин, Рубик забрал. Что? Лагуна Блейд. Блин, Лагуна Блейд, конечно, забрал. Потому что там хобосы забрали. Бедный Магнус. 4К уже Секреты выигрывают по золоту, 2,5 по экспириенсу. Хорошо? Ну, думаю, хорошо для них. Для команды ВП, конечно, проблематично такое вот отставание выигрывать. Здесь должны хорошо фармить героя. А как хорошо фармить, если тебя все время убивают. Ну, это непросто. Ну, не сказать, что прям совсем невозможно. Короче говоря, шансы для эскейпа у ВП безусловно есть. 2К уже на руках у Элидана. И свои леса тут просто оккупировали. Игроки команды Virtus.pro никого не пускают. Фарм только Элидану. Только для него. Только для его артефактов. Фобос, наверное, уже и не надеется на даггер. Так, смокут ВП. Ого. Так, увидели Артизи. Артизи будут разбирать. Артизи просто разваливают на куски. Ну, здесь Рубик, конечно, очень круто сделал. Все через Лагуна Блейд. Основной дэмэдж внесся. Сбили рефракшн, Лагуна Блейд, а дальше руками добивайте. Забрал его Фобос. Не бешь дэмэдж от команды ВП, других вариантов, и не должно здесь быть. Правильно, чё крутить. Медуза 2400. Ну что, Ultimate Orp от Элидана или что? Или Элидан сразу в рапиру. 3800 на Sacred Relic, а потом будем разговаривать уже. На повышенных тонах. Шучу, конечно. Или нет. Или да. Приобретает себе Темпларка уже Дезолятор. Артизи хорошо бьет, но Артизи плохо держит удары. Это было видно. Фобос в это время 1900 уже на руках. Ох, охренеть. Сейчас Топачка придет к Фобосу. Он ее забирает, и Фобосу готовы летагер. У Медузы приобретается все-таки Ultimate Orp. Это очень хорошие новости, на самом деле. Для команды Virtus. До 20 минуты Магнус вынесет даггер. Элидан должен, правда, оставить ему для этого... Так, Сигил. Сигил, это он не просто так здесь летает. Он что-то значит. Элидан, бей Сигил. Обычный Сигил. На удивление, обычный Сигил. Дальше пошел, да? Еще один удар. На тебе, вонючий Сигил. Ненавижу тебя. 100 голды Медуза поднимает, просто на ровном месте. ФНГ, Сон. Кура поймали, Зая поймали. Давай, Фобос. Сон еще действует. Фобос вкатывается в двоих. РП по двоим. Лил, Фейтболт в них. В них же Лагуна Блейд. Какой жесткий откил от команды Сикрет. У кого там 5 мег сразу вместе? Это Зай, что ли? Да, это тут мег и половину команды выхилила. Лила начинает бить. Лил, Сигил провязал. Подкоп. Минус 2 от команды Сикрет. Вот кто умеет драться, так это Тим Сикрет. И в год тоже, скорее всего, здесь остается. Айшарт по нему. ФНГ просто бежать. Вот это, блин, подрались, а? ФНГ тоже в таверну. 4 в 0. И счастье Фобоса, что на него не обратили внимания. О-о-о-о-о. Хорошо, что я не успел Файт Рекап посмотреть. У меня бы тут Барбитург случился бы. Какой-нибудь Бранденбург или как-то... Какой-нибудь любое слово. Похоже на Бадхёрт. Ва-а-а. Сикреты 8000 по голде. И по экспириенсу 7-ка для Тим Сикрет. Подрались, блин. почему такой жирный дарксирование вопрос что займу 1000 голды там был лагуна блэй первого левела там рп 1 здесь ну урон конечно минимум 50 так это время тузка разве вы разваливают на хг артизи под стон гейзен стоит но здесь самой бы бежать медузи медузу поднимают сайлент пошел от года артизи убивают но это только быть потерянная эго стяжка пошла от зая года тоже будут ловить и год здесь и останется забирают года это 3 в 1 и уходит отсюда фнг а блин какая развальная игра пошла от команды virtus pro сфо уже в принципе с агонимом у него есть point booster у него есть и у может блатстоун кстати будет себе вторая тарить сфо от него можно ожидать чего угодно 12 тысяч секреты по золоту и по экспириенсу 11 тоже тимси фнг 105 пупей прыгает на него поднимает его сразу же лилов пупей должны забирать купе еще живет как ты это делаешь а неужели не умрет купей наконец-то купей в таверну рп пошел у нас от фобоса артизи завозят на хг у него рефракшн а этот рефракшн позволяет даггер юзать в любой абсолютно ситуации дается стопить артизи артизи уходит за и без что так медленно ребят что это почему так медленно что что случилось ох беда конечно вроде фроза сигила здесь нигде не было почему еле шли пешком ладно медуза от эллидана 1100 на руках альтимейт орб есть или да это два здесь уже можно по-моему за дэнает если не ошибаюсь хотя или 134 да по моему 134 это дэна и был товар так что еще нельзя дан фармит дальше здесь есть vision от команды секрет они контролируют часть карты на секрет чопить мвп здесь вот vision от виртусов ну не самый полезный а секреты в это время подпушивают т2 по то плей ну ну как подпушивают спушивают к хренам собачьим фнг его команда на нижний лайн перемещаются ну непонятно здесь ты начнешь т1 пушить тебе в это время т3 снесу и об этом прекрасно понимает прекрасно понимает команда virtus pro фнг пошел отпушивать тп достаточно удачный ну и все и все отсюда ушли делать нефиг команде virtus pro 17 9 счет на 23 минуте они проигрывают 14 тысяч по золоту и 13 тысяч по экспириенсу ну и все что им остается это терпеть 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 и еще раз терпеть под нормальный рассказ под нормальную комбинацию может что-то получиться или дана появляется поинт бустер укрепиться решил или дан наверное в скаде и пронил план планировался изначально выход потом уже будем думать о том как команда стайлах и прочим 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 оба с даггером у него 1000 голды после даггера фобос уже приобретает себе став физадри если что кого-то сейвить или себя например сейвить форстафом сам то он и на уйдет ох артизи запулил фобос он сразу же даггер аут хорошая реакция яша есть у артизи есть дизолятор и я смотрю на фотографию темпларки фотографии а вот что аватарка понимаю что у меня глаза и круги под ними концу интернешного примерно такие же будут и цвет глаз такой какая какая тени в этом планке ничего нормально варианты были с половина него рп не пожалели поднимается от себя ветра лина и дынается и все зря ульта года зря все вообще зря жизнь тлен так ловят в это время года фиссура и шар перекрывает ему дорогу начинает настреливать по кура за и сейвит куру стас сон пошел от фнг а кура должны забирать и куда бы кура по всей видимости оставляют здесь ну и он еще с ноу-бол провязал жили не убьют кура наконец-то забивают здесь буро артизи ловят тэхо слэма тупее под стяжку очень жесткий так сильно всех продамажил в год лоу хпшный год в таверну года есть байбэк есть байбэк у рубика артизи просто идет на хай граунд эхо слэм просто феноменальный был под стяжку от зая пупей просто забожил ну это минус 4 от команды секрет в п не байбэк альца хотя байбэк есть у года есть у медузы есть у лила у только у фнг нет байбэк а медлэйн будут отдавать или нет на медузе нельзя байбэк просто нельзя запрещено у нее не будет артефактов и не будет никаких шансов реально я понимаю что по фарму тоже она просядет если не будет центральной линии долги будет гораздо меньше команде вирту спрот перепадать но сейчас байбэк на со это это конец игру слить то ее солью случайно не случайно артизи прыгнет солье она того будет стоить падает живой барак не лишний стоит еще на медлэйне команде в п не надо спускаться сейчас без медузы мне кажется не надо никого гнать ни за кем бежать потому что они отстают 20к по голде и 17 по экспириенсу это как йоркширский терьер бежал бы просто питбуля какого-то доедать развернулся спиной сейчас я ему сейчас я ему со спины тут даже до хвоста не всегда можно будет достать рубик сам с собой пообщался своим и чужим голосом сразу рейсбэнт от артизи у лила вот это да просто минус мораль вообще артизи какого хрена говорит посмотрите рейсбэнт от артизи у рубика блин забери у лины блатстоун забери мекку или грех мекку гвардиан гриф забираю darkseer руби вот это я понимаю спел стил пацан развил просто пытался состилить спел какой-то поинтересней украл один из артефактов и затем билда класс что там у пупея даггер забрал у купея забрал тотем я знаю что надо сделать рубик он жалил должен он что году что ли отдал куда рейсбэнт делся или в курьере рейсбэнд может выбросил просто или разбил а надо было просто на артизи ой год неудачно вообще рп от фобоса это уже по удачней год где глобал нет глобала вот здесь остался а был бы глобал год бы ушел и ушел бы фобос и могли бы еще на дамаж да тут конечно фэйл ну а смысл теперь этого сна фанга есть байбек у савинсона он тоже в принципе в никуда скади уже готова у медуза 29 минут он нормальный более-менее но по графикам полный провал абсолютно для команды в па прыгает у нас зай прыгает пупей эхо слэм сноубол айс шарт байбека у медузы нет есть байбек у года но это бесполезня абсолютно гг просто опять это разброд и шатание то там один сольется то там второй сольется не доклацали не доброжали первая катка команды virtus pro проиграна не сливают ее команде секрет ждем второго матча между вп и коллективом секрет и уже потом будем разговаривать говорить по данной ситуации проиграли по всем фронтам 10 2 идет эсфо 82 идет артизия ну и дальше 0 3 нага 26 рубик сайленсор 27 35 медуза ну секреты в данном матче оказались просто сильнее причем сильнее намного все друзья небольшой перерыв 6 7 минут и услышимся прямо здесь на этом канале до связи а